Свети и развивайся! Спасли и дали надежду. Медики подобрали бездомному мужчину, который буквально умирал от боли. И зацени здесь реальные пацаны. Нашей съемочной группе посчастливилось побывать на съемочной площадке популярного сериала и пообщаться с актерами. Город Белых Берез, республика химии на каме, маленькая промышленная Бельгия. Как только не называют, наш город далеко за его пределами. Сегодня нашей малой родине исполнилось 87 лет. И разумеется, этот день мы не могли оставить без внимания. О прошлом, настоящем и будущем Березняков репортажа Анастасия Лакман. Первые русские поселения появились на территории нашего города еще в 16 веке. Сначала Зырянка, после Кропачева, современная Абрамова. Далее возник починок бурундуков. На этом месте сегодня расположена Семина. Впервые название Березняки упоминается лишь в 17 веке. Поначалу это был просто рабочий поселок. Более привычный нам облик город начал приобретать лишь после строительства химкомбината в начале 30-х годов прошлого столетия. На этой карте мы видим самое начало строительства нашего города, на который запечатлен новый Чуртан комбината. Собственно, он был построен именно как социалистический городок при химическом комбинате. Чем интересен этот Чуртан? Это самая основная, самая историческая часть нашего города. Это жилые дома, которые строились по улице Пятилетки, по улице, которая сегодня называется Ленина, а когда-то улица Сталина, по улице Березняковской. Вот на карте пока что единственное здание городской больницы. Сегодня оно уже несколько лет находится в запустении. А неподалеку начертаны ДК имени Ленина, без колонны, еще не принявший знакомый нам облик. Замечу, что исторические вещи, такие как эта карта, хранятся не только в музее. Городскому архиву тоже есть что показать. В моих руках находится копия постановления о создании города Березняки. Оригиналу этого документа сегодня тоже исполнилось 87 лет. Он датируется 20 марта 1932 года. Здесь написано, что город Усоль и рабочие поселки предлагается объединить в один город. Объединенному городу присвоят название Березняки. Один с другим в Березняках росли и процветали заводы. О трудовых подвигах наших земляков не раз писали российские газеты. И именно люди есть и будут главной гордостью республики Химия Наками. Березняки всегда были богаты талантами, как в спорте, так и в творчестве. Мечта, росинка, апельсин, драмтеатр уже давно известны далеко за пределами региона. А в следующем месяце не менее легендарному коллективу «Джем» исполняется 20 лет. Все эти годы его бессменным руководителем остается Елена Скоткова. Не только прекрасный педагог, но и настоящий патриот своей малой родины. Я из этого города не могу уехать, потому что я его очень люблю. Любовь такая, как любишь свою маму, как своего папу. Мои родители, они просто привили мне эту любовь. Но это вот очень патриотичные слова. На самом деле все начинается с детства. Наверное, каждый закоулочек этого города знаю. Я знаю, что мне дает силы для творчества. Когда мне совсем плохо, сил нет, я, знаете, куда иду? В свой детский сад. Да, я иду на старую квартиру, где мы раньше жили, вот в этот двор захожу. Вот оттуда я беру силы. А теперь поговорим о будущем. И рождается оно здесь, вместе с первыми криками младенцев и слезами счастья. Сегодня 20 марта 2019 года, в день рождения города, в 7 утра на свет появилась еще одна чудесная малышка. На одну Софию в городе стало больше. Я не местная приехала, я из Екатеринбурга. Так сложилась моя судьба. И вот, уже живу 9 лет здесь. Город, ну, конечно, по сравнению с Екатеринбургом, он имеет очень маленькие размеры. Но зеленый, приятно гулять. Мы живем недалеко от парка, поэтому нам нравится эта зеленая зона. Мал город, да удал. Семья Ирины еще ни разу не задумывалась о переезде. И таких историй предостаточно. Березняки очаровывают многих. Знаменитый на всю страну поэт Алексей Решетов тоже был приезжим с Дальнего Востока. Тем не менее, своей родиной и в жизни, и в стихах считал небольшой зеленый городок Уэки. Строительство жилого района в Правобережье, кстати, планировали начать еще до войны. Но тогда ни у города, ни у предприятий на строительство Камского моста попросту не было денег. Сегодня, спустя десятилетия, забытые планы воплощаются в жизнь. Вдоль правого берега одна за другой появляются высотки, детские сады и новые скверы. Город начинает играть новыми яркими красками. А о тех, кто пишет его историю, мы еще не раз расскажем. Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками. День города один на всех. После объединения с соседними поселениями, чиновники предлагают сделать общую дату празднования Дня города в последнюю субботу июня. Это и не только обсуждали на думских комиссиях. Начну, наверное, с приятного. У нас сегодня День города. Всех хочу поздравить с этим праздником. Сегодня на думских комиссиях попросили изменить даты дней рождения присоединившихся к поселению. Теперь все праздники будут проходить в последнюю субботу июня, как это было и в Березняках. А памятные даты поселений отмечать лишь раз в пятилетку. Праздничные мероприятия, посвященные памятным датам села Пыскар, поселка Орел, села Романово, села Троицкое, города Усолье и села Березовка, предлагается проводить один раз в пять лет в юбилейные даты. Порядок проведения праздничных мероприятий, посвященных этим датам, будет устанавливаться отдельными постановлениями администрации, виздаваемой каждой конкретной дате. Березняковские врачи спасли бездомного. В минусовую температуру несчастный лежал на снегу и почти не шевелился. К счастью, его заметили медики. Это сегодня Валера Тазиков может сидеть, ходить и нормально есть. В прошлую пятницу врачи краевой больницы нашли его на улице. Он лежал на снегу и корчился от боли. То, что медики увидели, повергло в шок. Еще немного и спасти бы не удалось. Мужчину срочно доставили в больницу. Пациент поступил в хирургическое отделение по экстренным показаниям. Был прооперирован восстановлением кишечной трубки и устранение вентральной грыжи. Экстренная операция спасла мужчине жизнь. Как выяснилось позже, ни документов, ни прописки у него нет. Валера оказался человеком без определенного места жительства. Медики не только спасли его от смерти, но и привели в порядок. И даже помогли с одеждой. До этого я работал грошиком-беспедитором. А потом ушел на другую работу. Ну, как бы шабашную. А потом в жопу общаги там мне подрезали. Судьба Валеры не складывается. Ему 46, живет где придется, ест что найдет. Как врачи подобрали его на улице, не помнит. За мягкую кровать и четырехразовое питание медикам очень благодарен. Благодарность. Врачам научили грыжу вырезали и тишко обратно поставили на место. Человек поступил с осложнением основного заболевания и был принят по экстренным показаниям. Я надеюсь, что мы дали ему жизненный посыл и в плане социализации. Возможно, он устроится на работу. Возможно, заведет семью. Валера хоть и благодарит врачей, но менять привычный образ жизни не собирается. Однако над предложением главного врача устроиться в больницу разнорабочим обещал подумать. Елена Суханова, Екатерина Кравцова, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникамья. Фермеров со всего Верхникамья посадили за парты. Сегодня в Управлении по развитию предпринимательств рассказали, что такое бизнес-планирование и как получить поддержку от государства, разводя кур и выращивая морковь. На встречу побывала наша съемочная группа. Это Орлик, самый первый конь, который у нас появился. Ему сейчас 18 лет. Молодого мы его полтора года, у Валова покупали. У него есть здесь свои дети, внуки. С этого коня началась фермерская история Рината Каримова. Казалось бы, все просто. Самобытный крестьянский мир. Вставать на рассвете и засыпать за полночь. Летом заготавливать тонны сена. Ухаживать за скотиной, выгуливать лошадей. Бесконечный труд. У Рината Каримова нет выходных, праздников и отгулов. Но если работа в радость, все получается. В первую очередь для души. Мне самому, я с детства с животными всю жизнь. Вот с 2002 года я уже своих лошадей держу. Если молодняк, вот вырастет. Вот это первая лошадка у нас, которая появилась. Жеребенка, я имею ввиду, родила здесь. А это уже внуки, пошли от того же орлика. О животных Ринат Каримов знает абсолютно все. Как ухаживать, кормить и даже лечить. Сейчас у фермера 8 лошадей. А по соседству с десяток овец, бык и корова. Охраняют ферму собаки. Польза от небольшого подворья у Рината есть. Мясо и молоко. Здесь же в гости приходят детишки. Учатся кататься на лошадях. И все бы ничего, но земли не хватает. На восьмисотках не разгуляешься. Для решения проблемы Ринат пошел в школу фермеров. Сельское хозяйство может, и оно существует как в бизнесе. Оно может и имеет право на существование. Так вот мы сегодня, надеюсь, это первый шаг, как раз будем говорить о том, как сделать малый бизнес в сельском хозяйстве. Сегодня, как никогда, фермеры должны подходить к своей профессии, как к бизнесу, а без знаний никак. Здесь собрались те, кто мечтает попробовать свои силы в сельском хозяйстве, и те, кто намерен расширить бизнес. Проблем несколько. Первое – это земельные отношения. Есть фермеры, которым недостаточно тех земельных участков, которые есть у них на сегодняшний день. Конечно, необходимы денежные средства для развития. Денежные средства – это могут быть как собственные, так и заемные, так и грантовые средства. Поэтому на все эти вопросы мы пытаемся прорабатывать и показывать пути решения этих вопросов. В апреле эти ученики поедут на экскурсию на образцово-показательные хозяйства края. На этом уроки жизни не закончатся. В течение всего года школа фермеров будет собирать всех желающих. Кому интересно фермерство, стоит обратиться в управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства. Телефон сейчас на экране. Сергей Коленик, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками. Главное отрасль сельского хозяйства Пермского края – это животноводчество. Так что проблем со свежим и качественным мясом в регионе нет. Чего не скажешь о рыбе, ведь море далеко. Выручает нас уже полюбившаяся березняковцам рыбная лавка – рыбак Камчатки. На и свежайшую партию легендарной камчатской рыбы скоро вновь привезут к нам в город. Чивыча, белорыбеца, нерка, кижуча, горбуша, палтус, корюшка, кумжа, красная икра. Рыбка слабосоленая, холодного и горячего копчения. Ассортимент огромный. Коптят камчатские деликатесы на натуральных опилках, вишни, яблони и ольхи исключительно в кирпичных печах по старинным рецептам. Благодаря этой технологии и получается такой аппетитный цвет и тонкий аромат. Для тех, кто любит готовить, в наличии свежемороженая рыбка в вакуумной упаковке. Проверенный поставщик камчатских деликатесов будет снабжать нас здоровьем в ДК имени Ленина с 27 по 31 марта. Сегодня солнце, завтра стужа. Именно сейчас, в это коварное время года, когда хочется скинуть шапки и шубки, врачи вновь фиксируют небывалый рост простудных заболеваний. И здесь главное не тянуть с лечением. О том, как быстро помочь организму, сюжет Веры Андреевой. У меня в школе заболело 18 человек из 28. Все заболели практически моментально. Понятное дело, но я же волнуюсь, у меня скоро гастроли. Да уж, в плотном графике второклашки Александры времени на простуды просто нет. Школа, занятия по вокалу, репетиции в театре, да еще и контрольные на носу. Болеть, ну, никак нельзя. Вы понимаете, сейчас весна, а у всех, наверное, а витаминоз. Зима вся витамины забрала. Ой, а у меня мед закончился. А ведь это малышка права. Мед после зимы действительно лучшее лекарство против общего недомогания, сонливости и хандры. Здесь даже детям известно, что настоящий башкирский мед – целая кладезь витаминов и микроэлементов. И, похоже, Александра точно знает, где можно купить самый качественный мед. Здравствуйте. Какой мед? Посоветуйте для иммунитета. Сейчас период такой, да, когда организм испытывает очень серьезную нагрузку. То есть после продолжительной осени, зимы, так сказать, да, организм, можно сказать, ослаблен. Но я бы хотел все-таки посоветовать натуральный продукт. Это все-таки гречичный мед, вот, именно полезно сейчас кушать. Ну, также, конечно, посоветую и мед с прополисом. У него более обширный спектр все-таки по заболеваниям. То есть его используют для щитовидки, при онкологических заболеваниях, опять же, от простуды. Прополис является природным антибиотиком, да, он все-таки убивает бактерии во рту, в горле, то есть когда горло болит. Кстати, как всегда, пасека кучаевых при покупке двух килограммов третий дарит в подарок, а пенсионеров радует скидками. Успевайте, выставка настоящего меда будет работать в торговом центре «Оранжбол» до 24 марта. Здесь же можно купить и вкуснейшие натуральные конфитюры, а также вкусные масла, которые пахнут семечками. Ну, а наша маленькая героиня тем временем уже определилась с выбором и едет домой. Готовит для своего иммунитета полезное лакомство. Маленькая умница мелко режет богатый витамином С киви, добавляет мед и сок лимона. Все ваш организм скажет вам спасибо. Вера Андреева, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнеками. Сегодня мы уже напоминали, что 20 марта наш город отмечает свой день рождения. Особо символично, что в этот день во всем мире отмечают День Счастья. Это относительно молодой праздник, и он был провозглашен в 2012 году по инициативе Королевства Бутан. А мы вышли на улицы города, чтобы узнать, что делает счастливыми березняковцев. Скажи, пожалуйста, когда ты чувствуешь себя счастливой по-настоящему? Когда я сдала зачеты в техникуме. Погода хорошая, когда внучка растет. Когда приходит к вам, да? Да, в гости. Когда иду на работу, когда иду с работы всегда. То есть у вас любимая работа? У меня очень любимая работа, мне она очень нравится. А кем вы работаете? Я работаю дизайнером. Вот сейчас я иду на концерт сегодня для Сумишевского. То есть это тоже один из счастья. День рождения давно был у меня, 18 марта. То есть день рождения? Да. А почему? Ну, круглая дата у меня 30 лет было. Когда? Когда думал в семье, с родными. А вот когда я вместе с ним иду, вот и чувствую себя. А ты когда счастлив? Что тебе нужно для счастья? Отпуски. Чего? Тот-тонки. Что ему нужно? Танки. Когда зарплата приходит на карточку. То есть это момент счастья, да? Да. А для вас? Ой. Для меня всегда счастье, когда вы все здоровы. Когда все здоровы вокруг. Родные, друзья. Да? Да. Семья, лад, покой. Женское счастье – это в первую очередь, когда милы рядом. Ну и, конечно, когда в шкафу есть обновки, в которых чувствуешь себя не меньше, чем первая леди. Наш следующий сюжет о том, где купить новое стильное пальто. Ясна для дам. Самое благоприятное время, чтобы наконец-то снять зимнюю одежду. Надеть красивые и яркие пальто и куртки. А чтобы чувствовать себя на высоте, необходимо правильно их подобрать. На выставке продажи «Пермская ярмарка» точно знают, как правильно подобрать верхнюю одежду так, чтобы она была модная, красивая и отлично сидела на любой фигуре. Ведь не секрет, что когда вокруг все распускается и светет, каждая женщина хочет выглядеть стильно и женственно. На «Пермской ярмарке» вы без проблем сможете найти подходящий размер, цвет или фасон. Будете чувствовать себя уютно и комфортно в пальто из драпа или из качественных плащевых тканей. Ощутите легкость в удобных куртках. Подберете модель на пуговицах или на молнии. Ну и, конечно, дополните свой образ с красивыми шарфами и головными уборами. Ну а если хочется все и сразу, то можно оформить как рассрочку, так и кредит. Нужен только паспорт. Приходите и сами во всем убедитесь. Ну и, конечно, счастье – это когда после работы у себя дома вместе с любимым человеком, забыв обо всем, смотришь хороший сериал. Для поклонников «Игр Престолов» создатели запустили квест. По всему миру спрятали шесть железных тронов. В это же время реальные пацаны тоже решили сыграть в игру, но с журналистами. Искала съемочные площадки по всей Перми Елена Силакова, которая прямо сейчас поделится своими впечатлениями. Сейчас мы поедем по тем местам, где снимались реальные пацаны. Итак, это 12-й сезон премьера 25 марта. Поехали! Нас не отправляют учиться в Лондон, мы не одеваемся в бутике модном. Наши папы не работают в банках, и мы не катаемся на иномарках. Ведущих журналистов со всей страны пригласили на уникальную встречу. Нам предстоит посетить шесть площадок, где снимался популярный сериал. Это не просто экскурсия, а реальный квест с заданиями на знакомство с реальными пацанами. Приехали 50 журналистов из разных уголков России. Екатеринбурга, Казани, Москвы и Питера. И в каждой точке на карте сериала нас ждал сюрприз. Елена, я ведь тебя такой вот еще маленькой помню. Бегала по двору, такая озорная, веселая девчушка. Та самая Елена в жизни актриса Екатерина Караченцева. Она отлично справлялась не только с ролью жрицы Любви Лены, а за кадром Екатерина проявила себя и как реквизитор. Многое для съемок она искала сама, например, голубей или кроликов для бизнеса, героев и даже автомобили. Позже девушка сама стала автором целых двух сезонов. А вот и первое место съемок. Рады приветствовать вас на пермской земле, короче. Вот. И встречаем. Вы, наверное, проголодались, да, пока летели там? Сериальная Машка и в жизни тоже Мария встречает нас с пермскими посекунчиками. А, кстати, от них героине сериала пришлось отказаться, чтобы вернуть себе былую стройность. Эту локацию первой выбрали не случайно, ведь в 2009 году на речном вокзале появилась надпись «Счастье не за горами». Что счастье так близко, еще и не подозревала и эта команда актеров, а отснятая в самой обычной пермской квартире пилотная версия привела ребят к славе и долгожданному контракту в 50 серий на ведущем канале страны. Сейчас мы находимся на станции Пермь-1. Именно в 2009 году здесь установили эту надпись, и возникла идея сериала «Реальные пацаны». Ну а дальше мы поехали к знаменитому автосервису «Антохи и Вована». Добро пожаловать! Привет! Это самый настоящий автосервис. Те стены ремонтной мастерской, которые мы видели в первых сериях, ребята делали своими руками. А после съемок все декорации разбирали, чтобы уже утром в реальной жизни автосервис смог принять клиентов. Говорят, что некоторые сцены снимали долго, но вот одну с первого раза. Алло, Яночка, что случилось? Это очень интересно, потому что здесь не было варианта второго дубля. Нужно было сделать это сразу же, чтобы это было неожиданно. Она была на ходу, у нее был такой синий кожаный салон, такой прям приятный, красивый. Она была на ходу с документами. Вот сейчас она тоже с документами, но не на ходу. А это место было совсем другим миром. Миром главной героини Леры, возлюбленной Коляна. Богатый и дорогой ресторан «Санта-Барбара». Мы прибыли на место, и нас встречает мама Леры здесь. Мы пообщались с исполнительницей роли Ларисы Александровны, с актрисой Юлией Гришниной, которая, кстати, родом из Березняков. Я всех помню, учителям огромные приветы, педагогам из нашего театра, моим соседкам, моим подружкам, которые мне давали списывать в школе. У меня были прекрасные подружки везде. Казалось, дорожки главных героев никогда не пересекутся, ведь они жили абсолютно в разных мирах. Но ребята все-таки встретились, и сердце Валерии растаяло от черпростого пермского парня. Однако поначалу не все было так гладко, как хотелось. Провальный танец в сериале позже станет фирменной фишкой Коляны Наумова. С тех пор многое изменилось, Коля все-таки добился сердца Леры и стал примерным семьянином. А Коля как отец? Коля как отец, молодец. Ну, тут больше нечего давать, старается, это уже хорошо. Актриса Зоя Бербер рассказала, любовь с главным героем осталась в сериале. А вот роль молодой мамы в кино оказалась пророческой. Через некоторое время Зоя родила не только в сериале, но и наяву. А мы продолжаем наше увлекательное путешествие и едем к новым героям сериала «Реальные пацаны». Колян знает тропинки волшебных полян. Знаменитый дом, где живет Колян, что на Монастырской 171, можно сказать, именно с этого адреса и начинался сериал. А встречает нас здесь девушка Антона, будем делать Коле сюрприз. Короче, мы хотим сделать, разрисовать всю машину. Ну, чтобы Коля такой прям, как король, приехал за Леру. И исторический момент. Разкрашиваем Гринваген Сергей Иванович. Мы успели пройти всего шесть съемочных площадок, а на самом деле их куда больше. Самое главное, что это не декорации вовсе. Любое место есть на карте и имеет реальную историю. Вкупе с уникальным актерским составом простых пермских ребят. И как итог, сериал, ставший невероятно популярным. Елена Силакова, Степан Микрасов, Новости Верхникамья. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы Новости Верхникамья. Мы ждем ваши сообщения на электронную почту tnt.newsobacamail.ru или по телефону 43 17 11. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1 тысяча рублей. Вы смотрели главные новости Верхникамья. Мы выходим каждый день в 19.00 в кабельной сети Ростелеком на канале ТНТ и в интерактивном телевидении Ростелеком на канале ТНТ-4. Смотрите нас и на Верхникамье ТВ. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова